Сегодня в Брюсселе состоялось экстренное заседание министров иностранных дел государств НАТО, в котором принял участие и глава МИД нашей страны Урмас Пайт. Перед этой встречей он провел телефонную беседу со своим нынешним украинским коллегой Андреем Дещицей, в рамках которой подтвердил, что Эстония поддерживает территориальную целостность Украины. Само же заседание было инициировано представителями Литвы и Польши, которые заявили о необходимости применения по отношению к Украине четвертой статьи базового договора Североатлантического альянса о коллективной обороне, даже несмотря на то, что Украина не является членом НАТО. В то же время политическое руководство страны выступает с заявлениями, осуждающими поведение России в Крыму. У эстонского парламента текущая неделя является свободной от заседаний, однако одна встреча депутатов в Большом зале все же состоится, и посвящена она будет украинской тематике. Сегодня данный вопрос обсуждали члены комиссии Риги Когу по иностранным делам. И хотя отдельные парламентарии призывают заморозить в связи с событиями в Украине ратификацию эстонно-российского договора о границе, это вряд ли произойдет. Последние дни и последние недели дают знать, как важно иметь между соседями пограничные договоры, и поэтому я думаю, что важность этих договоров еще выше, чем это было неделю назад. Так что в нашем комитете об этом мы вообще не вели никакие разговоры. Единственным ведущим политиком в Эстонии, открытого сомневающимся в легитимности нового украинского правительства, стал лидер центристской партии Эдгар Сависар, чем вызвал гнев представителей других партий, в первую очередь Союза Отечества и Республики. Примечательно, что представители второй правящей партии, реформистской, пока воздерживаются от каких-либо публичных заявлений на украинскую тему, а подающий завтра в отставку глава правительства, в отличие от партнеров по коалиции, заявил, что хотя происходящее в Крыму вызывает беспокойство всего демократического мира, для Эстонии нет никакой военной угрозы, и у жителей страны нет причин для беспокойства. Стоит отметить также, что известный в недавнем прошлом экс-лидер движения «Ночной дозор» Дмитрий Линтер объявил, что порядка 500 жителей Эстонии изъявили желание отправиться в Крым в качестве добровольцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова